Сфера туризма На долю туризма приходится около 10% мирового валового национального продукта и 7% мировых инвестиций. Учитывая данные факты, во многих странах государство активно участвует в развитии туризма. Если объект туризма привлекательен, то его посещение становится наиболее прибыльным. Так, по данным все той же Всемирной туристской организации, каждый год оборот туристов составляет порядка 1 миллиарда человек, а средний чек каждого туриста достигает 1100 долларов США на поездку. Интерес на самом деле есть, он из года в год растет. Если взять общую мировую тенденцию, все-таки весь мировой туристический поток переходит с запада на восток. Нужно давать больше информации, чтобы наши казахстанцы получали очень много информации, что можно увидеть, что можно попробовать. Наша страна имеет множество условий для развития разного туризма, как от рекреационного, так и до делового и гастрономического. Разнообразие животного и растительного мира Казахстана, наличие природных заповедников и уникальных археологических памятников, а также сакральных мест из года в год все больше и больше привлекают туристов со всех уголков планеты. Туристов очень много, в основном большинство приезжает из постсоветского пространства. Это Беларусь, Украина, немцы, англичане приезжают очень много. В основном обращают внимание все на историю. По предварительным данным, за 2018 год нашу страну посетили более 8,5 миллионов человек, что больше по сравнению с 2017 годом на 10%. А по сравнению с показателями 2015 года, рост составляет 32%. Отмечается рост прибытия из таких целевых стран, как ОАЭ, Индия, Малайзия, Гонконг, Польша, Южная Корея и США. При этом на прежнем уровне сохранились потоки посещения гражданами Германии, Великобритании и ряда других стран. У нас есть четыре основные направления, которые мы следуем. Это первое мастер-направление, это у нас Meetings, Innocentive, Conference and Insubitions с английского агрегатуры. Она у нас занимается привлечением конференций, форумов, бизнес-мероприятий, которые необходимы для расширения бизнес-потенциала Астаны. Так как у нас есть вся бизнес-инфраструктура, она позволяет это проводить. Мы участвуем в беденках международных с помощью ассоциаций международных, и это нам помогает продвигать Астану. В 2018 году Министерством культуры и спорта совместно с Национальной компанией «Казахтуризм» и Акиматами областей была проведена работа по отбору наиболее значимых туристских объектов и формированию карты туристификации Казахстана, в которую по итогам вошли 60 объектов и дестинаций. Кроме того, учитывалась их историко-культурная значимость. Среди этих объектов были приоритизированы топ-10 республиканского масштаба, который обеспечит кардинальный рост турпотока и увеличит вклад туризма в экономику, и на которых будет сделан основной фокус. Одним из основных факторов успешного развития любой дестинации – это лояльное отношение местного населения. В первую очередь я начала бы работу с местным населением, чтобы каждый житель столицы захотел встретить туриста, привезти к себе домой, показать самое лучшее, не пожалеть время, остаться. Потому что, что бы мы ни создавали, турист в любом случае увезет с собой впечатление. Впечатление – это контакт. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый из нас с вами может внести свой маленький вклад в популяризацию родного края, например, написав пост о красивых местах. Как утверждает российский преподаватель по тревел-журналистике Ольга Чередниченко, чтобы стать тревел-журналистом, совсем не обязательно оканчивать журфак или филфак. Даже лучше, если у вас какое-то другое, не связанное с текстами образования. Оно делает шире призму, через которую вы смотрите на мир во время путешествий. Про тревел-журналистика сегодня больше, чем просто создание текстов про путешествия. Это и продвижение, и монетизация, и творческие практики, и создание связей, нетворкинг, и рассказывание историй, стори-теллинг. То есть вот все эти иностранные слова, они поддерживают журналистику путешествий. Необходимо отметить, что точка опоры туристического рынка сегодня сместилась с выездного туризма на внутренний. Сами казахстанцы делают выбор в пользу отечественных курортных зон и привычных мест отдыха. Буровая мне нравится больше всего, и потом Валаколь частенько езжу. У нас в Казахстане очень много красивых мест, тут же Валаколь, Балхаш, Ковчегае, да, в основном отдыхаю, потому что я сам, а ты сам. В современных социальных сетях в диджитал-пространстве не так важна упаковка, сколько важны те эмоции, которые дает тот или иной контент. Также и в реальной жизни порой городские пейзажи, оригинальные инсталляции, яркие архитектурные решения могут вызвать у туриста эмоции, которые заставят остановиться на мгновение и обратить на это внимание. Какие только гадости не говорятся о Казахстане в скандально известном фильме британского комедийного актера Саши Барона Коэна «Бурат. Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Ельбасын Нурсултан Назарбаев позднее отметил, что к «Бурату» следует относиться с юмором. Страна добилась впечатляющих достижений в экономике и социальной сфере. В Казахстане прошли масса политических и иных мероприятий мирового уровня, в том числе и международная специализированная выставка «Экспо-2017». Мировая общественность воочию убедилась, каким на самом деле является Казахстан, какими на самом деле являются казахи. Мы живем в Digital Area, и у нас с вами есть возможность использовать несколько каналов продвижения. То есть получается, что каждый из нас с вами и есть тот мощный двигатель по продвижению внутреннего туризма. Это доказывает старую истину, ключ от решения многих проблем и задач находится в наших же руках.